Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и в начале не было ничего, только бесконечная пустота. Потом появилось солнце, потом появился бог, и бог этот создал первую землю в игре под названием DayZim. Мы вместе с вами, друзья, продолжаем творить божественные чудеса и помогать людям эволюционировать и развиваться. Ну а если вам понравится этот ролик, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Друзья, мы все с вами этого долго ждали, и вот игра наконец-таки очень сильно обновилась, и теперь уровень развития людей переходит вообще прям куда-то, куда-то туда-то наверх, потому что появляется будущее, появляются новые постройки, новые возможности, А в прошлом нашем мире мы наворотили делов, поэтому предлагаю начать заново, ведь изменений действительно дофигища. Итак, давайте не будем медлить, а создадим первых людей. Но для того, чтобы люди появились, им нужны деревья, ведь на деревьях растут каштаны, и люди будут этими каштанами питаться. Так, давайте возьмем первое дерево и... Бумс! Ах, а вот и костер! Людям нужна еда для выживания, они являются источником вашей силы! Вот они, мал-маленькие несчастные людишки, которые супер мелкие, я могу потрогать каждого из них, могу почесать ему репу, но люди начинают работать, да? С выходом обновления люди теперь гораздо быстрее будут добывать ресурсы, которые им нужны для выживания, и быстрее, следовательно, развиваться. Брось лес сюда, теперь они смогут строить дома. Хорошо, люди, но я бы дал вам воду или траву, но раз вы просите лес, вы этот лес получите. Бэм! Больше каштанов! Каштаны в каждый дом! Каштаны каждому человеку! Давайте, наверное, тогда еще немного леса дадим, например, здесь. Здесь, сколько у меня божественной силы? Наверное, немного, 56. А, так нормально, можно реально красивый большой сделать густой лес. Отлично, ну а вот тут мы с вами, друзья, организуем место, где люди смогут выгуливать своих личинок, своих детей. Да, и там будут пастись коровы и другие живые существа. Давайте, для этого понадобится трава тут, тут и тут. И даже вот здесь. А в углу слева у меня будет находиться красивое озеро. Так, траву нужно уничтожить, блин, отстань. Мне трава не нужна. Сразу сделаем небольшое озеро. В этот раз развиваться мы будем гораздо быстрее. Ну, потому что есть примерное понимание того, что же нужно делать. Вода, вода и вода. И для начала уже неплохо. Убивайте еретиков. О, ну, если вы говорите, что нужно. Так, давайте-ка я немного изменю размеры людей. А вот и первый еретик. Кстати, теперь он подсвечен красным, даже если находится в здании. И то есть спрятаться у него больше не получится никогда. Вот только как бы его теперь достать отсюда, сраного еретика. Вот ты где. Ну, дружище, не успел мир появиться, а ты уже не веришь в бога. Ну так веруй же. Смотри на мою силу, на мою мощь. 16 лет, друзья. А уже в голове такие мысли. Уже еретик. Бээээ. Остались только косточки. Рёбрышки. Из этих ребер можно будет сделать копья. И охотиться на коров. Отличный, отличный же план. Так, смотрите. Людям нужно 40 древесины для того, чтобы перейти на следующий этап. Раньше нам не показывали, какого ресурс... Ну, показывали, какой ресурс нужен. Но в каком количестве его хотелось бы добыть, было непонятно. Так, что-то они сбегали, половили немножечко рыбы пустоты. Но там нет рыбы. Женщина нету. Есть ещё одна интересная особенность. Если людей закинуть на какую-нибудь территорию, на которой можно строить дома, то люди будут это делать. Раньше, если ты закидывал куда-нибудь человека, он такой типа... Воу-воу-воу-воу, что за дела? Я не знаю, кто я, где я, что я. Я бегу домой, короче. Вы как хотите, а я домой. И бежит обратно домой через весь мир. Теперь же мы сможем переселять людей из одной точки в другую точку. И это очень круто. Но давайте не будем пока ограничиваться одним лишь только поселением. Мы сделаем несколько поселений. И, кстати, друзья, какие у вас есть предложения по поводу мира? Каким вы хотите его видеть? Какой мир нужно сделать? Мне интересно ваше мнение, друзья. Поделитесь со мной соображениями. Ну, а я не буду делать мир таким же огромным, каким он был в прошлый раз. Это вызывает некоторые трудности. Особенно на поздних этапах развития, когда людей становится очень много. И появляются еретики, еретики, еретики. Они постоянно развязывают войны. Они постоянно чем-то недовольны. Они постоянно хотят превращаться в кости. Хотят, чтобы я давил их, как муравьев или тараканов. Выкидывал в космос. Бросал на них луну. Взрывал атомные электростанции. В общем, чего я только с ними не делал. Я не хочу. Я люблю людей своих. Потому что я их создал. Ну, не конкретно я. Непосредственно, да? То есть, я где-то так был. Говорю, создавайтесь. Вот вам деревья. Вот вам коровы. Живите. Что вам еще нужно? И они появлялись. То есть, я на это повлиял. Как бы то ни было. Повлиял. Не сильно, но повлиял. Так, ладненько. Что-то я как бы... Не знаю. Мне хочется создавать жизни. Но я хочу следить за этой деревней. Что же у них будет нового? Для строительства им необходима земля с травой. Вот земля. Вот трава. Ее дофига. Но давайте даже еще немного дадим. Это будет именно земля полей. Отлично. Все, пока мне это не нужно. Теперь давайте увеличим леса. Здесь будет такая лесополоса. Она будет... Блин, уже энергия заканчивается. Офигеть. Быстро заканчивается. Ну, посмотрите. Классно. Есть зона с лесом. Есть зона с водой. Есть зона с людьми. У них уже 40 древесины. Давайте посмотрим, что же будет происходить. Уже 45. Давайте-ка сделайте что-то. Нажмите левый стик, чтобы телепортироваться. А, ну я умею телепортироваться. Но я не люблю этого делать, потому что это всегда запутывает очень сильно. Я люблю перемещаться с помощью своих божественных рук. Что еще нужно? Что у них? 65 древесины, да? Или что это? Это джи... Джиэс. Или это 65-70. Да, это было 65. Чувак начинает бить по кастрюлю-то молотком. И... Опа! Вы думали, они шутки шутят? Теперь... В DayZim есть несколько вариантов перемещения. Посмотрите, они развились мгновенно. Да все, ну... Ой... Я понял, отстань. Они развились, друзья, мгновенно. Вот они люди. У них есть топоры. И скоро они перейдут еще на следующий этап. Посмотрите, как они активно вырубают лес. Раньше они этого не делали. Давайте попробуем переселить людей из одной точки в другую. Мы для этого организуем немного лесного пространства. Здесь еще вот так. Вот так. И вот здесь. Тут мы поставим поле. Еще немного воды дадим. И посмотрим, что из этого получится. Так, страва. Чтобы людям было где строиться. Например, вот здесь. Так. Даже вот так. Большое пространство, мне кажется. Это мы удаляем. А раньше была моя тень. Я ее реально никогда не видел. А теперь видно тень. Так, что им нужно? Им теперь нужен, друзья, камень. А могу ли я им дать камень? На самом деле нет. Никак. Вообще. Горы строить я не умею. Шахты тоже никак пока. Так что, ребятки, вы не сможете развиваться. Строите поля. Вот главное, пожалуйста. У меня к вам одна маленькая просьба. Не устраивайте пожары. Понимаете, о чем я, люди? Это ну, как бы... Я разве многого прошу? Блин, они-то супер маленькие. Я прямо... Повелеваю над ними. Ладно, давайте пока в таком режиме походим. Супер большом. Так, я же хотел новую землю создать. Тогда будет больше верующих. И, следовательно, друзья... Такс, такс, такс. Практически симметрично получается мир. Будет больше исследователей, больше последователей. И в итоге я буду развиваться. Так, переселенцами будешь ты у меня. Я что? Стоп. Я что? Я могу есть людей! Что? Оказывается, люди! Вы съедобные! Если я человека подношу близко ко рту... Слышали звук? Я съел двух людей! Во, видели? Я сразу переместил человека, и он начал создавать жилище. Ему не хватает леса. Я поправлю это. Небольшой, конечно, лес, но в нем есть ягоды. Это куда ты собралась? Она идет рубить лес! Она не тупит возле костра, как это было раньше. Она идет собирать первые необходимые ресурсы. А именно древесину и ягоды. Классно! Так, пока ничего. Давайте создадим еще одно место. Люди продолжают исследовать мир. Ищут новые места. Блин, классно! Мне нравится, наконец-то, модель поведения живых существ здесь. Раньше она была очень глупая, и люди сильно тупили. Теперь же все меняется со временем. Это здорово! И разработчик обещает примерно раз в месяц выпускать новые обновления. Это здорово! Если так действительно будет, это прям фантастика. Можно будет возвращаться сюда вновь и вновь. Так, ну что, переселим еще одного чувака? Почему нет? Раньше тоже мне советовали это делать, но это никогда не работало. Никогда. Так, ты, наверное, еще не можешь. Ты можешь быть только еретиком. Сколько тебе лет? Десять. В твоем возрасте люди уже еретиками становятся и пытаются свергать бога. Так, женщина, ты мне помахала рукой. Это значит сигнал. Живи. Во! Классно. Так, а она сможет здесь одна размножаться? По-моему, нет. Она даже древесину не хочет таскать. Может быть, ей мужика найти? Так, мужик, ты сколько тебе лет? Двадцать лет. Отлично. Молодой, здоровый, будешь пахать в поле и рубить лес. Теперь ты живешь здесь. Да, смотрите, он переехал. Класс. Мы сможем создавать новые поселения быстро, четко. Она родила, она беременная сюда приехала, смотрите, и родила сразу себе пацанчеллу. Только это что? Она... Ты что сделала? Я съел еретика. Это совсем жестко было. По-моему, это даже не гуманно, наверное. Атака, блин, титанов. Ха-ха-ха-ха. Божественных. Так, ну что у вас с камнем? Пока. Опа, гора. Вам, людишки, нужна гора. Не знаю, побежите вы сюда добывать камень. Потому что, ну вот, горы есть. Но они далеко, конечно, от вас находятся. И поэтому не факт, что вы побежите. Посмотрим, сработает это или нет. Мне интересно. Да, да, да. Им нужен камень. И они не думают ни о чем, кроме камня. Молодцы, идут в гору. Следующее обновление разраб говорит сделать таким, чтобы люди не ходили сквозь горы. И вели себя более адекватно и нормально. Они сразу несут камень. Блин, это класс. Какой же это класс. Сейчас просто я прямо кайфую, играя сейчас этот новый уровень. Абсолютно потрясающе крутой. Фух, да. Даже не верятся. Смотрите, как они быстро развиваются. Нужно 100 камня. Слушайте, а это не шутки-то, 100 камня. Древесина поблизости имеется. Давайте еще две горы сделаем, просто чтобы было. Зимний биом пока я создавать не стану. Этим мы займемся в следующий раз. Сейчас у меня в приоритете создать все необходимое для жизни этим трем поселениям. Потом будем переходить дальше. И биомы, как я говорил, я не буду делать супер большими. Наверное, я. Потому что в прошлый раз, вспомните, у меня один биом простирался на сотни километров в одну сторону, на сотни километров в другую. Прямо назад. Это было очень жестко. Так, леса. Там, 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 там. И можно еще здесь отделить. А здесь еще одно поле сделать. Еще людей сюда бы закинуть. По-моему, красиво будет. И вода у них имеется, и горы тут поставим мы. И все будет офигительно. И Японию, конечно, нужно будет сделать. Япония у меня будет находиться там. Или там, я не знаю. Нужно будет географически правильно ее разместить. Но это не совсем Япония. Скорее, Азия. Давайте. Две горы тут поставим. И вот так. Пока нормально. Так, кто будет переселенцем? Здесь у вас больше всего жителей, да? Поэтому, блин, у тебя был камень в руках. Жаль, жаль, жаль. Но жить ты будешь теперь тут. Во. Можно ближе к деревьям кидать людей. И тогда они будут быстрее добывать ресурсы. Ну ладно, что у нас в Эдене? 11 человек из 12. Камня становится все больше и больше. Добывают они его стремительно. Но для чего нужны вот эти дома? Они являются частью Эдена? Или это какие-то, типа, пригород, сателлиты? Маленькие, я не знаю. Чего отмашешь киркой? Иди давай работай! Я слежу за тобой. Не дай бог, я увижу, что у тебя в руках нет кирки. Как тебя зовут? Алло. Воркер, да? Статус файн. Я запомнил тебя. Тебе 20 лет. Куда ты побежала, э? Скотина, а? Я так, я же предупреждал ее. Вкусная была. Мясо. Теперь им нужно мясо. А вот тут я могу помочь с мясом. Смотри. Корова. А здесь у нас будет жить олень. И вот вам мясо. А здесь у нас будет жить еще одна корова. Для следующего уровня им нужно мясо. Прекрасно, помогаем. Так, а что нужно другим деревням? Наверное, только древесина пока. 40 единиц. Ну, чуваку одному тяжело жить. Смотрите, он построил две хижины, но он один. Так, ты кто? Ты мужик, да? Мне нужна женщина. Так, ты красивая дамочка. Воркер, 36 лет. Можешь еще рожать детей. Будешь жить здесь теперь. А то тут два мужика, блин. Как они будут детей тебе рожать? Тут у нас тоже одна женщина. Тебе бы мужика не помешало бы. Здесь одна женщина. Почему я только женщин перемещаю? Надеюсь, что они будут беременны, что ли? Так, мужик, давай. Вот сюда ты отправляешься. Там еще новых нарожают. К тому же там есть дети. Все нормально. Так, ты тоже без дела стоишь. 17 лет. Можешь уже детей, я думаю, делать. О, родился ребенок. Классно. Тебе нужны рабочие руки, да? Вот так, чтобы строить дома. Ну и развитие идет. Что там по мясу у нас? По мясу пока 20 единиц. Они уже... Жесть. Они истребили всех коров, которых я даровал им. Я даже не знаю, казнить их за это или нет. Ну вот вам еще коровка. Ага, она не появилась. Олень. Еще одна корова. Еще корова. Я сегодня добрый. Это будет пастбище коровенское. Вот так. Все, охотитесь. Добывайте пищу. И эволюционируйте. Развивайтесь. Что у вас? У вас дерево, да? Какие-то вы медленные. У вас 10 из 40. Здесь вообще даже 5 нет. А работать кто будет? А налоги платить? Тем более вас двое. Трое! Нифига себе! Три новых налогоплательщика. Давайте-ка рубите деревья. Чувак хочет рыбу ловить. Зачем тебе рыба? Построй дом. Ах ты скотина. Мне теперь нравится еретиков именно съедать. Нафиг их убивать, если их можно съесть. И вкусно, и приятно, и полезно. И вообще только одни плюсы, ни одного минуса в этом нет. Хочу еще одно тогда поселение сделать. Да, он несет древесину наконец-таки. Смотрите, сколько девчонок. 4 штуки аж родилось. Офигеть. Им жить негде, а уже нарожали детей. Можем пустыню делать. И зимний биом теперь. Но мы быстро развиваемся, друзья. Не правда ли? Прям вообще очень быстро. Мне кажется, прям классно. Так, здесь мы леса сделаем. Потом сразу перейдем на биом зимний. Или, наверное, на биом сначала пустынный. Чтобы быстрее получить доступ к нефти. Чтобы люди начали строить города. Как думаете? Наверное, да. Так будет правильно. Давайте здесь леса зафигачим. И еще одну гору. Вот так. Что горы будут у нас повсюду? Везде по чуть-чуть. Красиво. Воды не хватает, друзья. Нужна вода. Нужна вода. Будет она тут. Небольшое озеро такое вот. Тройное. Просто, чтобы ловить рыбу. Так. Ну и новые переселенцы, я смотрю, готовы уже? Так, мужик, ты первым поедешь. 31 год. А ты такой бездельник. Давай. Что? Ты куда? Ты не тут должен жить. Э! Он не хочет жить в новом месте. Алло, чел, ты что? Похоже, только женщины могут организовать поселение. Ну-ка стоять. Посмотрим. Блин, она горит. Извини, я потушу тебя. Давай посмотрим. Ты сможешь поселение сделать? Они не хотят здесь. Похоже, слишком... Я не понимаю. Похоже, слишком близко поселение, и они не хотят там жить. Тогда мы сделаем вот тут поселение. А это местность, я не знаю, кому останется. Тут будет поселение новое. Да, пока без древесины, но что поделать, иди сюда. Во! Отлично, получилось. Теперь давайте мужика дадим ей. Иди сюда. Вот так. Все, классно. Древесину я вам дам, ребятки. Вы уж не переживайте. Я обещал, что древесина будет. Свое обещание я сдержу. Вот так. Коров, может быть, им сразу дать? Как считаете, друзья? Ну, давайте, давайте. Одну коровку им дадим. Вот так. Ну, что у нас здесь по еде? Сколько мяса есть? 90 из 100. Они опять всех коров переели. Вон олень. Они, смотрите, они убивают корову. Нет, чтобы ее разводить. Они ее просто убивают сразу насмерть. И потом развитие не идет. Сами животных выводить они пока не научились. Ну, ладно. Сейчас они получат доступ к мясу. И посмотрим, что будет происходить. А население этим временем уже целых 12 человек. Это уже серьезно. Блин, друзья. Вы посмотрите на это. Это круто. Это опа, опа, опа. Здесь ребята заслужили новый лес. Быстро развиваются. И давайте гору дадим им. Две. Быстро развиваются. Молодцы. Вот тут кусок. Его тоже нужно чем-то заделать. Чтобы было красиво. По красоте. Так. Попробую еще одно поселение тут зафигачить. Не знаю, получится ли. Посмотрим. Так. Здесь леса. Так. Было бы классно. Но я сомневаюсь, что они захотят здесь жить. Давайте попробуем. Так. Кто это будет? Это будешь ты. Стоять. Попробуй. Попробуй поселение создать. Пожалуйста. Нет. Слишком близко. Пожар. Ёлкин метелки. Пожар. Дождь. Фух. Дождь, кстати, побольше стал, по-моему. Да? Теперь им нужна шкура для развития. 40. Ну, шкуру. Корова решила сваливать, короче, из этого места. Думает, ну нафиг вас. Люди. Кто куда, а я туда. И убежала. Не хотят здесь жить, но я попробую еще раз. Вот так сделать. 200 есть у меня единиц? Нет. Слишком близко поселение. Ладно. Жалко, обидно, но ничего страшного. Давайте здесь еще воды добавим. Небольшое озерцо. Вот такое. Угловое. Здесь будет у нас лес. А тут у нас будет трава. Вот так. Так, смотрите, у нас появляются уже новые человеки-ученые. Зафигачим человека-ученого, как думаете? Чудеса уже почти все есть сразу. Ну, потому что деревни развиваются стремительно. Плюс три человека, три чувака родилось. Эти пока не могут перейти на следующий уровень. 40 древесины не могут собрать. Им еретик, потому что мешает. Очень аппетитный, очень вкусный еретик. Здесь у вас в чем проблема? Камня нет, да? А горы далеко, как я понимаю. Вы не можете до них добежать. Вот одна гора. И даже в честь этого еще два вулкана поставлю вам. Далее. Нам нужно, друзья, по-любому нам нужны вулканы. И в этой части света. В вулканах может быть много полезных ресурсов. И здесь еще вулкан. Пока так. Первый биом практически готов. Не хватает вот тут деревни. Она прямо напрашивается. Но не хотят люди здесь жить. Да елки-палки. Че вы, блин? Именно здесь не хотят. Куда ты идешь? Давай строй тут. Заколебала. Я ее создал. Я ей даровал жизни. Я эту жизнь не забрал. Я ни в чем не виноват. 40 шкуры. Так. В чем проблема? В чем проблема 40 шкуры? Как вы ее будете добывать? Как планируете, друзья? В городе живет 12 человек. У них поблизости есть куча крупного рогатого скота. И они его никак не задействуют. Есть один вариант. Закинуть им животное прямо вот сюда. И тут еще один олень будет. И тут еще. Просто все в оленях. Иди собирай как ягоды. Убили оленя. Надеюсь, ты был с луком. Да, он с луком. Он будет добывать сейчас шкуру. Молодец. Молодец. За это респект. Вам уже нужно мясо. Мясо, кстати, 5 единиц. Не знаю. Из рыбы получается мясо? Как бы это тоже мясо. Хотя рыба не считается таким уж мясом, каким считается корова, например. Но вы понимаете. Короче. Считается либо рыба мясом в этой игре или нет. Или нужны именно коровы, не знаю, свиньи, олени, другие люди. Потому что человек это тоже мясо. Кто бы что ни говорил. Мне не хватает здесь поселения. У меня аж прямо это. Чувствую себя не очень хорошо, пока не увижу здесь еще одну деревню. Пока послед... Блин. Ударился об стену. Пока последнюю. А дальше будет видно. Иди сюда. Да. Вот теперь я как бы чувствую себя достойно. Вот деревья. А здесь будут горы. Так. Ну и надо уже переставать делать этот биом таким большим. Мы его просто выровняем. И, наверное, этого будет хватит. Потому что он очень большой получается биом. Я потом не смогу перемещаться из места в место и за всем следить. Все. Мы его сделаем прямоугольным, красивым. И это будет окей. Окей. Там еще обнесем, может быть, горами где-то. Добавим болото. Болото тоже нужны, чтобы были крокодилы. Потому что люди любят идти и умирать от крокодилов. А я не могу им запретить этого делать. Так что, да, друзья. Все будет по высшему разряду. Может, извержение сделать? Что? Они пока вроде ни в чем не провинились. Но потом будет уже поздно, как говорится, наказывать их. Нужно наказывать заранее, пока они еще не успели накосячить. Ладно, давайте пока делать это место красивым более или менее. И вот, друзья, я еще подумал. Я-то могу теперь создавать новые поселения. Хотя раньше делать этого не мог. Но могут ли люди сами по себе перемещаться и создавать эти самые поселения? Вот это вопрос интересный. Или теперь только от нас все зависит? От божественного вмешательства. Надо будет посмотреть. Но я пока не видел, чтобы люди сами шли и где-то создавали что-то. Ну, мы попробуем сейчас еще тут поселение создать. Вдруг будет... Да, класс. Отлично. Оба. Восстание еретиков. Нифига себе. Вот это... Это болезнь, друзья. Нам нужна регенерация. Нужен дождь. Все. Подлечили, подлечили. Лечение теперь. Все, ребятки. Я за вами слежу. Камня нет. Да, у вас, я смотрю, гор не хватает. Вот вам горы, пожалуйста. Все ради жителей нашей планеты. Здесь мы более-менее округлили. Остается кусочек здесь. Не знаю, как его красиво сделать. Давайте поставим два вулкана. Так. А здесь лес. Воды, конечно, поблизости нет. Но они смогут бегать в другое место, если захотят воду увидеть. Путешествовать по свету-то все-таки надо иногда. Время от времени. Остается маленький кусочек. Здесь что? Давайте воду здесь поставим. Что бы нет. Будет рыба. Здесь река, которая вытекает в озеро. Втекает или вытекает. Неважно. Здесь леса. Здесь мы поля сделаем. Давай, давай, давай. Травушка. Вот так. Ну и здесь по-всякому. По-всякому будет. Сосновый лес. Блин, чуть не накосячил. У нас это пока не зимний биом. Это у нас обычный человеческий биом. Ну и вот так это, друзья, выглядит на данный момент. По-моему, уже весьма неплохо. И этим мы пока ограничимся по размерам. Дальше будет видно. Но я считаю, что пока достаточно. И, кстати, посмотрите. Раньше земля снизу не выглядела так. Не выглядела же. Я и раньше обратил на это внимание. Еще в начале ролика. Но думал, она выглядела. А чем больше играл, тем больше понимал, что это что-то непривычное. С таким прежде я не сталкивался. И вот столкнулись. Здорово. Все очень-очень здорово. Ну давайте еще животных набросаем. Тут и там. Не знаю, могут ли строить люди... Что такое? Иди сюда. Не знаю, могут ли люди строить дома на месте пастбищ животных. Мешает ли это как-то или нет? Но пускай животные будут. Много животных. И в лесах, и в полях. И в пшенице, и в воде у нас акула будет жить. Ну все. Ну все. Вроде пока так нормально. Очень много животных. Так, я видел где-то очень жесткого еретика. Прямо я чувствовал его ересь всем своим нутром. Надеюсь, он уже залез в костер и сгорел. Нет, смотрите-ка. Ладно. Тебе я придумаю более изощренную казнь. Ты будешь у меня гореть в огне здесь. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Тебе не выжить. Я бы мог тебя простить и потушить. Кстати, помните, мы проводили такие беседы иногда с еретиками? Мы их поджигали, а потом резко охлаждали. И они переставали быть еретиками. Но сейчас... Да, их можно поливать дождем, и это их исправит. Но я вообще не хочу его исправлять. Я хочу, чтобы он сгорел. Я хочу, чтобы он мучился. Он это и сделал. Он сгорел. И, надеюсь, ему было не очень приятно. Ну ладно. Теперь, друзья, точно пока на этом все. Первый этап строительства нашего мира завершен. Надеюсь, видосик вам понравился. Развиваться стало гораздо проще и быстрее. Но с шкурой до сих пор проблемы. Не знаю, с чем они связаны. Им нужна шкура зимняя, друзья. В этом проблема. Я только сейчас это осознал. Нужен зимний биом. Там будут добывать шкуру белых медведей. Они будут производить торговлю друг с другом. И таким образом перейдут на следующий этап. В общем, на этом пока все. До новых встреч. Удачи, пока. Счастья вам, друзья. Удачи. И вообще, будьте крутыми. Покедова. А вы и так крутые. Пока.